Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Виталий Соколов и сегодня мы снова поговорим о Lazarus. А перед тем как мы продолжим, подпишись на канал, поставь колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски и напиши комментарий, так как это важно для продвижения канала. Среда программирования Lazarus позволяет создавать различные сборки своей среды, которые могут отличаться как графическим интерфейсом, так и функциональными возможностями. А также выбором компонентов и различных библиотек, которые по умолчанию будут входить в среду. Одной из таких сборок является Get Lazarus. Особенностями сборки Get Lazarus можно назвать интерфейс в виде единого окна, панель компонентов справа и в целом внешний вид делался максимально похожим на среду эмбаркадера Delphi. Авторы стараются делать сборку из наиболее новых исходных кодов Lazarus и Free Pascal. В сборку также входят предустановленные дополнительные компоненты и настройки самой IDE среды. Но количество предустановленных компонентов гораздо меньше, чем в стандартной версии Lazarus, что позволяет занимать ей меньше места на жестком диске компьютера. Похоже на то, что данная среда перестала обновляться. На официальном сайте последняя доступная версия построена на версии Lazarus 2.06. Поэтому, если вам будет необходима более новая версия, можно либо собрать ее самому вручную, либо воспользоваться сборкой под названием Code Typhon Studio, которая визуально также похожа на среду эмбаркадера Delphi. Для установки данной версии сборки необходимо ввести в браузере в строке поиска запрос Get Lazarus. Перейти на сайт getlazarus.org. На главной странице официального сайта можно вверху нажать на кнопку Download, то есть скачать. На следующей странице необходимо выбрать операционную систему, в которую будет производиться установка Windows, Linux, macOS или Raspberry Pi и нажать на скачивание. Выбираем место, куда мы скачиваем файл, если браузер просит указать место. Если же браузер не просит, тогда он скачает файл в место, установленное по умолчанию. Обычно это папка загрузки. После скачивания запускаем установщик и устанавливаем аналогично обычной сборке Lazarus. Указываем путь установки, включаем или отключаем появление Get Lazarus в меню пуск и ставим галочку на появление ярлыка на рабочем столе для запуска среды программирования. После установки появится ярлык Get Lazarus отличного цвета от официальной версии Lazarus. Если вам необходимо сменить язык интерфейса, тогда нажмите Tools, затем Options, перейдите на вкладку General и в выпадающем списке после слова Language выбираем необходимый нам язык. После выбора языка нажимаем ОК, закрываем среду Lazarus и запускаем ее еще раз. После запуска интерфейс среды будет переведен на выбранный язык. Для удаления данной среды нужно перейти в папку, в которую производилась установка. По умолчанию это локальный диск C, папка Development, далее папка Free Pascal и в ней находится файл для удаления под названием unins300.exe. Запускаем его и соглашаемся с удалением. Если какие-то файлы или папки не удаляются полностью, можно их удалить вручную. После удаления не забудьте почистить реестр системы любой удобной для этого программой. Например, CCleaner, Advanced System Car, VitRegistry Fix, Windows Cleaner и другие. На этом у меня все. Надеюсь, что данное видео было полезным для вас. Если так, то не забудьте поставить палец вверх, подписаться на канал, нажать на колокольчик и написать комментарий. Встретимся с вами в следующих видео на канале.